Почему мы с вами сегодня собрались? Да потому что хотим дать наказ нашему уважаемому Валерию Фёдоровичу Рашкину о нарушении наших с вами прав. А права наши с вами нарушаются, когда работодатели принуждают вакцинироваться, когда они принуждают вас предоставлять им информацию медицинскую, которая составляет медицинскую тайну. Почему? Они у вас на каком основании её просят? Они заставляют и принуждают в нарушении 157-го федерального закона, 323-го федерального закона, статья 20-я, статей Конституции 21-22. На каком основании? Кто им дал право нарушать законы, Конституцию и, самое главное, ваши права? Нарушаются наши с вами права и когда тех людей, смелых, которые встают на вашу защиту, начинают преследовать уголовными делами, административными, сажают в СИЗО. Мы с вами все прекрасно знаем, что сидит и Фургал, и сын Андрея, Андрей Легченко, Сергей Легченко. Для того, чтобы запугать его, чтобы он не баллотировался в Думу, чтобы не защищал потом ваши права. Снимают с выборов Грудинина, пытаются сейчас снять Бондаренко. Это все наши с вами права. Если это люди, за которых вы хотели проголосовать, а их не допускают, значит, это нарушение ваших прав. Вот поэтому мы с вами и выходим сюда. Давайте посмотрим на Францию, Италию. Вот вы, дорогие мои, вы огромные молодцы, что вы вообще сюда приходите. Вот вы представьте, что вы, каждый из вас, мэр, губернатор, президент, и вам люди пишут. Вот пишут они обращения. Вам, как мэру, как губернатору, вам страшно от того, что вам пишут? Нет. Петиции, когда создают в интернете, вот часто пишут по любому вопросу. А давайте петицию создадим? Да давайте создадим. Вам, как мэру, как губернатору, как президенту, страшно от того, что кто-то где-то какую-то петицию создал, и пусть даже сотни тысяч собрал. Вам страшно? Нет. А вот когда люди выходят на улицы, когда вот так вот собираются на встречу с депутатом, почему ведь митинги-то, да, запретили? Да потому что они боятся людей на улице. Только людей на улице они вынуждены слушать. Что мне нравится во Франции? Ну вы посмотрите, часть людей вакцинировалась, часть нет. Выходят на митинги и вакцинированные, и нет. Вот что такое солидарность. Когда люди выходят друг за друга, неважно, да, вакцинировался один человек, он захотел, это его право. Но другого соседа, друга не смеют нарушать права. Поэтому они выходят все вместе, молодцы. И нам надо с вами брать пример. За свои права нужно бороться. Их нужно отстаивать. Потому что те люди, которые садятся в кресло власти, они считают, что им все дозволено, им все можно. А наша с вами задача их остановить, показать, что нет. Вы должны действовать в интересах людей. Сегодня звучало, что, да какая разница, да, там многие пишут, КПРФ или Единая Россия или другие партии. А я вам объясню, какая разница. Вот пенсионная реформа. Берем один конкретный законопроект. В Государственной Думе кто голосовал против пенсионной реформы? КПРФ. Кто объединял всех людей, созывал на митинги по всей стране? Депутаты КПРФ. Мало, к сожалению, пришло. Вышли бы тогда миллионы. Откатила бы Единая Россия назад и не приняла этот законопроект. Мы стали депутатами Московской городской думы. Московская городская дума, имеющая право внести законопроект в Государственную думу. Первым делом мы, фракция КПРФ, написали законопроект об отмене пенсионной реформы. Потому что у нас в парламенте, благодаря тому, что вы в 2019 году выбрали нас, у нас получилась треть парламента, плюс еще есть некоторые другие оппозиционные партии. Поэтому мы решили попытаться. Ну а вдруг Единой России, ну хоть один, два, три человека нас поддержат, и тогда мы можем попытаться отменить эту пенсионную реформу. Написали законопроект, внесли. Все оппозиционные партии поддержали наш законопроект. Все готовы Московской городской думы, все хотели отмены этого законопроекта. И только Единая Россия в полном составе не хочет этого. Они не будут это менять. Поэтому если вы хотите менять, чтобы вас уважали, чтобы ваши права соблюдались, чтобы вас не принуждали вакцинироваться, кастрироваться, я не знаю, да, это можно перечислять, фантазировать сколько угодно, но это все дебильные фантазии, к сожалению, мы с вами видим, власть реализовывает одну за другой. И мы с вами для того, чтобы это остановить, должны всего лишь 19 сентября пойти на выборы. Вот просто все вместе, со своими соседями, друзьями, знакомыми, всем вместе пойти дружно на выборы. Единая Россия побеждает, когда вы не приходите на выборы. 80% людей, которые против вот этого беззакония, беспредела, остаются дома. Дома, на дачах, отдыхают, думая, что их голос ничего не решает. Это власть вам внушает, что ваш голос ничего не решает, чтобы вы остались дома, на даче. Посмотрите, сколько сейчас пишут, что все решено, все. Ой, видеонаблюдение отменили, значит, все точно сфальсифицируют. Все заранее известно, ничего не известно. Если бы было известно, то таких депутатов, как я, как Ступин, в Московской городской думе, Зубрилин, нас всех бы не было. Но ничего не решено, понимаете? Когда вы приходите, то власть, она может сфальсифицировать на мизерной явке. На вот этих 20% им достаточно 50 бюллетеней из не пришедших людей, которые остались на даче, в отпуске. Вот их 50 бюллетеней взять и положить за Единую Россию. Они победили. А если вы пришли, если вы проголосовали лучше за КПРФ, ну, хоть за кого угодно, они уже не могут этого сделать, понимаете? А если вы еще и пойдете наблюдателем, чуть больше своего времени потратите, так вы тогда вообще лично проконтролируете честный результат. Давайте с вами бороться за наши с вами права, чтобы нас с вами, как людей, уважали, а не обзывали, как вам сейчас, да, единороссы, один другого умнее, да, что только не придумают, какими только эпитетами народ не обзовут. Давайте с вами вместе 19 сентября менять будущее в лучшую сторону за наши права.